Добрый вечер, в эфире выпуск информационной программы новости Нагчевана. Прошлая неделя вошла в историю Нагчеванской автономной республики как знаковое событие. Распоряжением президента Азербайджанской республики господина Илькама Алиба от 5 июня 2023 года утверждена государственная программа социально-экономического развития Нагчеванской автономной республики на 2023-2027 годы. Принятие новой госпрограммы было встречено со стороны общественности автономной республики с огромной благодарностью. В связи с реализацией этого важного документа было проведено совещание. Соседняя провинция Ихдер Турецкой республики проявляет огромный интерес к новой государственной программе. Хлеборобы села Даста Урдбатского района первыми в Нагчеванской автономной республике начали уборку зерновых. А теперь подробнее. Распоряжением президента Азербайджанской республики господина Ильхама Алиева от 5 июня 2023 года утверждена государственная программа социально-экономического развития Нагчеванской автономной республики на 2023-2027 годы. 7 июня состоялось совещание по реализации государственной программы социально-экономического развития Нагчеванской автономной республики на 2023-2027 годы. Выступивший на заседании полномочный представитель президента Азербайджанской республики Нагчеванской автономной республики Фуад Наджафли сообщил, что государственная программа социально-экономического развития Нагчеванской автономной республики на 2023-2027 годы утверждена соответствующим распоряжением президента Азербайджанской республики господином Ильхамом Алиевым. Государственная программа достаточно обширна и масштабна. Полномочный представитель подчеркнул, что в следующем году будет отмечаться столетие Нагчеванской автономной республики. Не случайно в политической деятельности великого лидера Гидара Алиева в рамках юбилейных мероприятий следует особо отметить Нагчеванский фактор. Было отмечено, что важное значение имеет утверждение государственная программа на 2023-2027 годы. Выбор 11 направлений в качестве приоритета в программе не случайен. Эти важные направления были сформированы благодаря поручениям президента страны господина Ильхама Алиева. Было проинформировано, что в Нагчеванской автономной республике применяются государственные программы, принятые на местном уровне. Но желаемого результата нет. Достигнутое в автономной республике развитие стало возможным благодаря усилиям президента Азербайджанской республики господина Ильхама Алиева. Ежегодно из бюджета Азербайджанской республики Нагчеванской автономной республики в виде субсидий выделяется 100 миллионов монатов. К сожалению, результат этой работы был неэффективным. Но наша генеральная линия, задачи, сформулированные господином президентом, понятны всем. В автономной республике уже происходят структурные изменения. Цели этих изменений очевидны. Господин Иджафли проанализировал 11 приоритетных вопросов государственной программы, обратил внимание на обязанности соответствующих государственных учреждений в реализации поставленных задач и выразил признательность президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву по поводу принятия государственной программы. Заместитель председателя Верховного Мечли Сангчеванской автономной республики Анар Ибрагимов проинформировал об отмене действующих государственных программ Нагчеванской автономной республики в связи с принятием государственной программы социально-экономического развития Нагчеванской автономной республики на 2023-2027 годы. Руководитель аппарата Верховного Мечли Сангчеванской автономной республики Ульви Гусейнли выступил с речью о создании комиссии по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов Нагчеванской автономной республики. Премьер-министр Нагчеванской автономной республики Сабухи Мамедов, первый заместитель председателя Верховного Мечли Сангчеванской автономной республики Азерж Зайналов, министр образования Рахман Мамедов, ректор Нахкосуниверситета Эльбрус Исаев и заместитель министра сельского хозяйства Хаяля Дадашева отметили, что общественность Нахчевана высоко оценила принятие соответствующего документа. Одним из важнейших аспектов государственной программы социально-экономического развития Нахчеванской автономной республики на 2023-2027 годы для региона является превращение Нахчевана в свободную экономическую зону. Этот проект увеличивает туристические, транзитные и логистические возможности Нахчевана и открывает большие деловые горизонты для иностранных инвесторов. После распоряжения турецкие инвесторы проявляют большой интерес к Нахчевану. На прошлой неделе делегация Игдырской торгово-промышленной палаты совершила рабочую поездку в автономную республику. Делегация братской страны встретилась с полномочным представителем президента Азербайджанской республики Нахаэр Фуадом Наджафли. На встрече были обсуждены перспективы двухсторонних торговых отношений на новом этапе. Затем гости ознакомились с современными производствами и сервисными предприятиями автономной республики. Турецких бизнесменов интересует продукция легкой и тяжелой промышленности, сельского хозяйства, пищевой, текстильной, автомобильной и других отраслей. Затем в бизнес-центре состояла встреча с участием министра экономики Нахчеванской автономной республики Стаптыгом Алиевым, генеральным консулом Турецкой республики Внахайр Асипом Кая и главой Игдырской торгово-промышленной палаты Камилем Арсланом. На встрече также приняли участие предприниматели, работающие в автономной республике. Была подчеркнута важность более широких проектов в области увеличения товарооборота и возможностей сотрудничества между Нахчеванской автономной республикой Азербайджана и Игдырской провинцией Турции. На встрече было решено создать совместную комиссию для урегулирования вопросов в этом направлении. Здесь были выслушаны предложения предпринимателей и инвесторов обеих стран. Было решено пригласить турецких бизнесменов, которые смогли бы принять активное участие в проектах, реализуемых в рамках указанной госпрограммы и выздоровления инвестиционной среды. Первыми в автономной республике 9 июня хлеборобы села Даста Урдубатского района начали уборку урожая зерновых. Полномочный представитель президента Азербайджанской республики Нахчеванской автономной республики Фуад Наджавли посетил фермерское хозяйство в селе Даста и принял участие на церемонии начала уборки урожая. Первыми в автономной республике 9 июня хлеборобы села Даста Урдубатского района начали уборку урожая зерновых. Полномочный представитель президента Азербайджанской республики Нахчеванской автономной республики Фуад Наджавли посетил фермерское хозяйство в селе Даста и принял участие на церемонии начала уборки урожая. Было сообщено, что в целом в этом году по автономной республике зерновыми было засеяно 21 247 гектаров. В Урдубатском районе этот участок равняется 856 гектарам. Полномочный представитель президента Азербайджанской республики в Нахчеванской автономной республике Фуад Наджавли дал необходимые поручения для своевременного завершения страды. После этого на участке фермера Замина Гусейнова началась уборка хлеба. Продолжаем программу. По инициативе президиума Национальной академии наук Азербайджана и Нахчеванского отделения академии была организована научная конференция «Политика государственности Гейдара Алиева и современность». В Нахчеване состоялась презентация книги о героях Кенгерлинского района и премьера фильма «Пик героизма». В районах автономной республики прошли детские и творческие фестивали на тему «Дети – наше будущее». Эти и другие новости в очередном разделе выпуска. Нахчеване при совместной организации президиума Национальной академии наук Азербайджана и Нахчеванского отделения академии прошла научная конференция на тему «Политика государственности Гейдара Алиева и современность». Гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдара Алиева на главной площади Нахчевана и возложили цветы у его подножия. После посещения музея Гейдара Алиева в Нахчеванском отделении Национальной академии наук Азербайджана состоялось знакомство с выставкой «Национальный лидер Гейдара Алиев-100». На конференции были заслушаны доклады и выступления на тему «Учения Гейдара Алиева независимой государственности и современности». В Дворце культуры Кингерлинского района состоялась презентация книги члена объединения писателей и журналистов Азербайджана «Алманиза Аликперли» «Шехида Кингерли», написавшей историю победы. Выступившие оценили книгу как большой вклад в увековечение памяти наших героических сыновей. В завершение мероприятия автор подарил семьям шехидов свою книгу. В Нахчеванском городском центре молодежи состоялась премьера фильма «Пик героизма», на которой было подчеркнуто, что документальный фильм снят в целях увековечения памяти наших шехидов, участвующих в Первой и Второй Карабахских войнах. Затем состоялся просмотр документального фильма «Пик героизма». При организации Министерства здравоохранения Нахчеванской автономной республики прошла конференция на тему «Недопустимость применения антибиотиков без рецепта». На конференции было заявлено, что на территории автономной республики запрещена продажа антибиотиков без рецепта, а самовольное использование антибиотиков недопустимо. Также по инициативе Министерства здравоохранения Нахчеванской автономной республики в ближайшее время будет запущен проект «Система цветной рецептуры». Медицинский персонал перинатального центра Нахчеванской автономной республики организовал медицинскую акцию в селе Дастаур Дубатского района. В ходе доброй акции по случаю столетия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Олива 38 жителям села были оказаны гинекологические услуги. В Баку прошла рекламная выставка местных компаний на тему «Гейдара Олив» и «Азербайджанское предпринимательство». На экспозиции были представлены продукты и услуги более 150 местных компаний, работающих в области промышленности, сельского хозяйства, пищевом секторе, ИКТ, сфере образования, строительства, логистики, текстиля и т.д. Здесь были выставлены минеральные воды, лимонады, соль, энергетические и безалкогольные напитки, кафель, керамические плитки, клей для пористых бетонных блоков и краски трех производственных компаний, действующих в Нахчеване. В районах Автономной Республики были организованы детские творческие фестивали на тему «Дети – наше будущее». На фестивале участники ознакомились с выставками изделий кружков народных промыслов общеобразовательных, внешкольных и дошкольных образовательных учреждений, учащихся районных художественных школ, членов кружков, работающих в картинной галерее. Затем школьники приняли участие в интеллектуальных играх и ознакомились с работами юных художников. Изделия кружков «Стим», «Вязание», «Эбру» и других образцов искусства вызвали у детей особый интерес. В Нахчеване организована встреча молодежи с участниками Отечественной войны. Выступившие рассказали о подвигах наших воинов в Отечественной войне и поблагодарили каждого из ветеранов. На встрече участникам войны были вручены благодарственные грамоты. Лица, принимавшие активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, были награждены почетными грамотами. Министерство по чрезвычайным ситуациям Нахчеванской автономной республики провело специальные тактические учения под девизом «Легче предотвратить инцидент, чем ликвидировать его последствия после того, как он произошел». В ходе учений были практически продемонстрированы ликвидации последствий обычных аварий, работы по тушению пожаров и другие неотложные мероприятия. Армения планирует строительство крупного металлургического завода на приграничной территории с Нахчеваном и Турцией. Несомненно, создание подобного завода на близлежащей территории загрязнет окружающую среду и нарушит экосистему края. По этому поводу жители Садарака и в общем всего Нахчевана выразили свое недовольство и протест. Давайте проследим сюжет, подготовленный нашими сотрудниками. Продолжение следует... Это Садарак. 30 лет назад в сражениях с армянскими оккупантами погибли 150 наших граждан. В годы независимости эта земля стала восстанавливаться, в жизнь были проведены комплексные строительные работы. В 90-х годах прошлого века в результате варварских нападений со стороны армян в Садараке были разрушены жилые дома, которые постепенно выстраивались заново. Росло число жителей, возвращающихся в родные места. Недавно на страницах армянской печати появился материал под заголовком «Армения готовится к строительству крупного металлургического завода в Араздаяне». Это серьезно обеспокоило Садаракцев, так как строительство этого объекта на огромной территории близ поселка сделает удар по экосистеме, будет способствовать загрязнению окружающей среды. Араздаян находится на берегу реки Араз и вышесказанное станет неизбежным фактом. Безусловно, все промышленные отходы армяне будут сливать в реку Араз. И потому обеспокоенность жителей Нахчевана, в том числе Садарака, понятна. Садаракцы отмечают, что этот шаг Армении – очередное экологическое преступление по отношению к Азербайджану. Не единожды армяне загрязняли приток Араза-Щирарха. Если у Армении возникла потребность выстроить завод, пусть это будет реализовано на их собственной территории, отдаленной от наших границ. Тогда вся ответственность ляжет на саму Армению. Эрмансстан тарапинан агур металология заводов саратьяны эразиде теченмасы, саратьяны эразиде экологическое торозу возникновение и экологическое фелакетное возникновение. Здесь живут люди в качестве качества и кент-то сарфуат для больших посетов. Экоактивисты района в связи с возникающей проблемой выражают свою обеспокоенность. Мы показываем их гоноконный и экологический сарфус. Мы оцарфе сарфаны вызовы. Мы хотим вам показать им что если если этот регионер в магазин сарфу foram искать, то обеспокоенность и экологические опорации возникают более высокие средства в эти дома. Затраты на строительство завода составят 70 миллионов долларов в США. В случае реализации замысла в связи со строительством объекта погибнут выгодны для скота. Не исключена возможность возникновения различных болезней у людей, так как садаракцы используют водоприток Аширарха, протекающий по территории Армении. Субтитры создавал DimaTorz Советник Министр экологии и природных ресурсов Расим Саттарзады отметил, что согласно условиям Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в транскраничном контексте, подписанной в городе СПО Финляндия, если крупномасштабная хозяйственная деятельность, запланированная одной из сторон Конвенции в своей стране, может оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории других стран, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими учреждениями этой страны и должен быть подготовлен документ, связанный с оценкой воздействия на окружающую среду. Азербайджан и Армения являются сторонами этой Конвенции. Подготовленный оценочный документ должен быть рассмотрен не только Арменией, но и соответствующими структурами Азербайджана, и должны быть проведены общественные слушания с азербайджанцами, проживающими вблизи региона. С огромным сожалению следует отметить, что река Арас поистине стала жертвой экологической трагедии. В прямом смысле слова, река Арас превратилась в коллектор предприятий горно-рудной промышленности. Расследования показывают, что 350 миллионов кубометров речных вод, протекающих через территорию Армении, загрязнены токсичными веществами. Кроме того, факты указывают на то, что Армения опасна не только для Азербайджана, но и для региона в общем, а также для нашего мира. Тому пример – атомная электростанция Митсамор, которая более 40 лет находится в использовании, хотя объект давно завершил свой срок эксплуатации. В завершении вы ознакомитесь с новостями культуры и спорта. В Нахчеванском институте учителей организована персональная художественная выставка студента 4-го курса, получающего специальность преподавания изобразительного искусства Фуада Ахмедова «Мелодия красок природы». На экспозиции было представлено более 20 работ. Состоялся сольный концерт Фатимы Ахмедовой, студентки 5-го курса юридического факультета, посвященный столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В концертной программе, организованной во Дворце культуры Бабекского района, юное дарование исполнено музыкальные номера, составленные из произведений азербайджанских и мировых музыкантов. Впервые в Автономной Республике прошел фестиваль «Гимнастика для всех» в честь столетнего юбилея великого вождя Гейдара Алиева. В гимнастке исполнили художественные композиции и различные танцевальные номера. Юным спортсменкам и их тренерам, участвовавшим на мероприятии, были вручены медали, дипломы, почетные и благодарственные грамоты. Уважаемые зрители, Новости Нахчевана завершает свою работу в эфире. Увидимся с вами через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова